и снова здравствуйте уважаемые дамы и господа с вами Олег Аллаф Гудвин и мы сейчас проходим тренинг по специальному мануальному массажу мануальной терапии и сейчас у нас тема это живот и в общем будем убирать спазмы внутри брюшины соответственно это напрямую относится к мануальным техникам потому что ну как я раньше вытрясал на доске у нас все взаимосвязано в организме вот остеотерапия там был такой рисунок помните что там кости связано прямую с нервными окончаниями да со спинным мозгом спиной мозг связан с головным мозгом все это связано с психоэмоциональной структурой которая влияет на наши энергетические структуры которые наполняют наши чакры и формируют вокруг нас вот этот кокон защитный и также и если углубляться вглубь то есть это как бы наружная картина да а теперь углубляться вглубь то от позвоночного столба уходят нервы иннервируют все внутренние органы и соответственно если ездит какой-то спазм от нервов там образовался спазм да то убирая его мы расслабляем нервную структуру и также спазм может влиять на движение позвоночника с позвоночник может растянуться потому что от него идут крепления к диафрагме от брюшина до диафрагмы идут крепления к мышцам к ребрам все взаимосвязано и так что если мы мануальными техниками позвонок поставили на место он щелкнул да то как правило через там 5-7 дней возвращается обратно и мы можем опять поставить позвонок да он будет опять возвращаться обратно и так будет до бесконечности человеком будет ходить и ходить иной раз дело оказывается в брюшине то есть надо будет решать вопрос там и третье это то что здесь находится у нас еще один мозг как скажем недавно чем это открыли буквально лет 15-20 назад причем по количеству в тонких стенках то есть это такой тонкий плоским мозг нейронной связи по количеству причем не уступают количеству нервных связей в головном мозге вы представляете ли мы про это не знали он тоже действует уже работает скорее всего когда вот мы говорим что я чувствую там шестой точкой да у меня чуйка проснулась или того я вот интуитивно как-то там чувствую я у меня под ложечкой сосет да это все это мы как как-то пытаемся интерпретировать словами действенность нашего вот этого брюшного мозга а что он делает каждый орган у нас по принципу голографической реальности вселенной то есть у нас голограмма это постоянно мы копируемся отражаемся друг в друге во вселенной космос отражается из большого в малом да и человеческое тело внутри также сама отражается постоянно во всех частях именно поэтому акумпунктурные точки работают ну все мы знаем про стоп акумпунктурные да вот эти точки которые проживали там внутренние органы сейчас не будет подробно показывать также на ладони они есть также они есть на спине на животе на лице на радужке глаза на языке в общем на ушных раковинах то есть они даже на каждой фалонге пальцев они многократно повторяют все эти точки друг друга и наши органы они по принципу голографической реальности вселенной не не только свою главную функцию выполняют а еще у них есть дополнительные функции и на раз они замещают работу друг друга если какой-то орган страдает чаще они еще вибрируют ну на востоке с этим хорошо знакомы в тибете в индии за счет вибрации передается информация то есть вибрируя внутренние органы они чувствуют из окружающей среды какую-то информацию пришли к ним интерпретирует внутренний брюшной мозг брюшной мозг подает сигнал в позвоночный мозг и тот передает сигнал в головной мозг головной мозг это все уже интерпретирует переводя так скажем на русский язык на понятные нам уже образы откуда информация пришла мы как будто не понимаем так что сняв спазм из живота мы увеличим человека у человека его так скажем отклик на окружающий мир он лучше как бы чувствует отношения с людьми у него какое-то продвижение по службе в семье налаживаются там или какие-то любовные связи у него лучше налаживаются до удачи ему как бы привод сюда коррежный рост и так далее то есть мануальная терапия и влияет именно на всю жизнь человека и соответственно смотрите прежде чем входить в живот я вот уже наложил руки да как бы уже договаривайтесь с ним потому что орган они так более-менее разумно в раз они вибрируют и получают информацию да то они от моей вибрации тоже уже получают информацию даже от моего пульса потом они я буду рисовать потому что перед забежал они как немножко убегают утекают от воздействия лучше начинают заходить проникать да они такие хитненькие раз и сдвинулись в сторону поэтому как бы вот мы за золотом начинаем работать очень мягко потихонечку заходя внутрь глубже и глубже опять же как бы от общего к частному ну давайте определим где находятся у нас основные органы в общем ребра это же панцирь за которым все прячется здесь находится печенок под ребрами правая доля левая доля сердце тоже не совсем верно что она слева да она на самом деле посередине находится просто на улево желудочек больше раздут поэтому ударом на все чувства больше чем справа буду желудочка да соответственно идет этот пищевод до от него начинается желудок желудок разворачивается вот сюда подвисать немножко тут от идет переход из нас теперь на пешку который идет внизу за ними как бы вот так вот обнимает поджелудочная железа немножко туда уходит назад и опять же за ребрами находится селезенка 12-перстная кишка переходит в кишки кишечнике не будут в тонкий кишечек да я не буду рисовать примерно он диаметром такой диаметр примерно но опять же это все проекция сверху да тут нельзя точно показать да потому что в объеме это все понимать и желчные протоки еду до которые выходят на желчный пузырь и желчного пузыря 12-перстной кишку и используют железы идут соки дополнительные тут находится сфинктер так дальше нас интересуют почки почки это примерно 5 сантиметров от пупка отчитываем до находится нижняя доля почки вот примерно с кулачок вот такого размера какая-то такая ухо примерно да чаще сейчас добавишь одна почка ниже другой как правило тут левая чуть-чуть по нижней суд хотя это все индивидуально далее нас интересуют самый большой толстый орган не то что вы подумали короче вот слепая кишка где-то вот здесь находится да тоже чуть-чуть за косточкой от нее идет аппендикс не аппендицит аппендикс и пошел толстый кишечник восходящая кишка вверх пеницит это болезнь аппендикс это орган здесь она подвисает это кишка чуть вниз уходит да здесь идет и нисходящая часть переходит сигмовидную кишку и идет в прямую кишку которая через которую все идет на сброс далее нас интересует мочевой пузырь прямо за лобком здесь находится ну соответственно если видите примерно у меня получается все одного размера до размером с кулак желудок ну нормально здорово человек если не перерастянутый сердце примерно с кулак почки примерно с кулак ничего пузырь примерно с кулак да вот именно такого объема и замочевым пузырем находится что там пониже туда ближе к анальным отверстию раздвоенная мужская железа это называется статьи представлена правильно она размером с грецкий орех примерно такая двудольная там между ними как бы такая прожилка у женщин соответственно вот от лапка где-то где-то сантиметров от 10 примерно до заводали чем начинается ну так вы говоришь будут матка начинается и и фаллопиевую трубу будут вот сюда ну примерно сантиметров от центра то сидра примерно сантиметров 10-12 и вот тут это яичники находятся так вроде бы тут все нарисовали да и как мы будем работать перестать к кишечника работает справа налево по часовой стрелке да то есть наши все движения будут соответственно идти по часовой стрелке как мужчин так и у женщин никто почему там говорят особенно с восточных школ что надо у женщин наоборот против часовой стрелки делать ну логики не вижу у нас как бы анатомическая логика же да органы как у мужчин такой женщина расположена одинаково ну возьмем как последовательности то есть мы будем сначала соответственно пищевод прорабатывать желудок до после желудка печень запускать да потом селезенку поджелудшную железу ой извините это желчный пузырь перепутал поджелудшую железу селезенку на почку правую почку левую идем дальше по кишечнику проходить до круг делать здесь вот как правило скала скапливают скаловые массы камни и будем продавливать и пробивать туда вглубь далее заканчиваем мальчевым пузырем и кому надо это уже отдельно там да мужчина можно продавить представьте на железу нет не продавить их извините проработать продавлять его не надо очень нежно аккуратно женщина можно фаллопиевую трубу так немножко прожать и запустить деятельность яичников много делается вибрацией и по ходу дела вот опять же чтобы процесс ускорялся да мы постоянно руками проходим по кишечнику толстому да запускаю его чтобы ну как бы между каждым органом он уже по уже шло движение да иначе если мы начнем как бы ну условно говоря пропихивать пищу да то где то мы просто создадим комок и она дальше проходить не будет то есть начинаем все-таки с движения запуская перистальтику кишечника есть такая болезнь ленивый кишечник просто да действительно вот он просто уже работа за счет сжимания да вот нажимается с подметку сократительная деятельность такая да и проталкивают пищу вот мы как бы помогаем ему больше проталкивать а у взрослого человека находятся ну те у кого большие там животы старше 30 лет примерно до 35 лет до 6 8 даже надо килограмм всякого скажем говна каловые массы фекальные слизи всякие не говоря уже там всяких листах инвазивных структурах и гельминтах их много это в общем-то отдельная тема как избавляться дает гельминтов глистов этим мы массажем не поможем да но мы сможем снять спазм соответственно далее мы будем а диафрагма все эти органы они крепятся к диафрагме там решили там например желудок да получается вот тут у него такая фасция крепится к печени вот тут диафрагме а там вот в душине то есть у него как бы три направления да есть мы будем в три стороны его растягивать сюда и сюда и так с вами олег алабудвин продолжаем наш висцеральный массаж по пройдемся по внутренним органам вот видите специально футболочку такую отдел ярко показываешь где что находится ну конечно немножко не по размеру все немножко как и должно только поджато быть выше на сравнении рисунок здесь и рисунок здесь вот кстати печен да вот именно желудочный проток пошел вот желудочный рисована да это вот даже не понял что это поджелудочный желудок скорее всего вот аппендикс да вот пошла толстая пушка вверх муж вышит все выше красно так так что все символично у нас но и соответственно приступаем к массажу немножко еще поясню что вот примерно как объяснить вот если по часам взять двенадцать часов миром тут нарисована виду белым цветом до примерно получается раз два три четыре да на уровне 4 рубля под ничемостным отростком получается цвет нарисую куполом куполом таким трассанут и условно вот так ты проведем ну соответственно печень не над ней да все-таки под ней получается пониже если печень увеличена она подвисает вот здесь она увеличивается вниз до во все стороны конечно увеличивается поэтому тесно бывает легким тогда левая правая легкая иногда подрезают чтобы алкоголиком легко носить печень было дальше вот есть ось у нас до позвоночная от нее соответственно идут пояснично подвздошные мышцы вот туда не пришли не с той стороны идут в принципе тот кто худенький дата можно и до позвоночника добраться его прощупать даже со стороны его вставить хотя почти уже дошло дошло кишки мешают ты сегодня обедал завтракал дошло мы не будем так быстро да потому что расстояние ответить он выдан вперед жилордоз да как ты спрашивал да и вот и получается такое то расстояние на самом деле метров 5-10 то есть до него легко достать и мышцы они идут вот так вот плоские получаются да идут получается елочкой от всех пяти позвонков вот туда внутрь уходит и когда мы их прощупываем снимаю в них напряжение в мышцы да то там прямо чувствую сколько не как струнки это тоже сейчас покажу так вход тут сфинктер находится до примерно вот если тут 12 до разделим по циферблату 12 вот так будет 11 часов до где-то вот здесь находится сфинктер называется он они ощущаются орган знаете как как будто бы вот вы на чей-то другой большой палец внутри такой вот это что так ощущая но органы внутри небольшие до спинктер далее идем 11 часов до под ребра и примерно одна треть отступаем от ребер вот здесь желчный пузырь он может немножко тоже уплыть утечь так что вот его как бы ищем только по кругу вот нашли так ну и непосредственно сама работа приступаем к работе смазываем маслицем сейчас этот рисунок сотрется ну ничего страшного мы запомнили если что посматривать на мой футболк и как я говорил видите работа начинается очень медленно сыр просто касание но она уже идет по часовой стрелке потихонечку добавляем легкую вибрацию прием называется рыбка то есть потренируйтесь вас рука должна работать очень плавно так мы полностью прижимаем да и не отжимаем так двигаемся двигаемся вдоль перистальтики толстого кишечника запуская его далее прорабатываем но примерно смотрим 22 рисуем по костям подвздошным и ребром дают большой диаметр идет 10 сантиметров 12 примерно малый диаметр прорабатываем по часовой стрелке опять нас часов в час 2 часа 3 часа от центра периферия уходим в сторону три часа пять часов шесть часов 9 10 11 по большому кругу и по малому кругу 12 час 2 3 4 5 6 но я естественно быстро показываю да все это делается гораздо медленнее 9 10 11 вот уже чувствуют уплотнение желчные протоки за забиты еще будем их высвобождать больно здесь да сразу чувствуется по устранению боли это похоже покажу да значит прошлись теперь по идем по по нашему органу как я говорил да справа налево немножко простучим пищевод соответственно мокрота будет быстрее отхаркиваться так поставили кулачок на желудок и чуть туда вверх провибрировали его с вектором в орган то есть мы все движения запускаем перимпендикулярно тело человека в сторону органа дальше печень под желудочную железу ой желчный пузырь под желудочную железу она глубже поэтому мы до нее руками достанем через сопротивление живота ведь он уже пресс напряг немножко ослабляясь расслабляйся поэтому не отставляю не отлепляя руку от тела до мы от вибрации так вы пальчиками посылаем туда импульс визирует таким образом повезло душу железу она тоже козер размером с ладонь примерно вот так вот снимает селезенку сюда поглубже внутрь под ребра все держи делаем не отрывая руки отмеряем примерно пять сантиметров до поглубже заходим к почкам потому что почки на самом деле с той стороны их можно даже в принципе можно прощупать поглубже и туда в них внутрь вибрация такой массаж хорошо делать честно говоря и самому себе только я забыл добавить ноги чтобы расслабить мышцы живота до мыши ноги надо на варе поднять на валик но раз даже на два валика чтобы было повыше вот то есть мы дома сами для себя можно провести такую процедуру и честно говоря убираются спазмы живот ну тех кого был наполнен это куда плотно сразу но все мягкие и как ни странно уходит вес уходит вес и выходит вестеральный жир сложнее всего брать вестеральный жир как вы знаете подкожный жир там ну когда те кто занимается худением до похуданием он быстрее тает а вот вестеральный это очень сложно мы тут приходим мы на помощь даже на органах даже вокруг органов так соответственно почку продавили если вы боитесь что у вас ногти мешают может поцарапать человек то две руки ставьте рядом либо вот так разворачивается получается у вас подушечки пальцев формирует полу сферу такую снизу до можно поставить вот так и получим где нет руки находим вторую почку находим но я быстро конечно показываю до кишку туда вот косточку подвздошную чтобы не было вот вы не заметили да а я на самом деле чтобы не давить на косточку и на лимфоузлы да мы немножко забираем ткань сверху и вот через нее подходим туда поглубже вот такой валик ведь формируем соответственно все просто кишечник запускаем еще раз вот эту подушку и заходим и заканчиваем мочевым пузырем туда вот вниз немножко давления в то тоже мы работали все снова с такой вибрацией у часовой стрелки и тем кому надо можно вот представьте железу залезть под лобок сейчас проходим мимо пузыря вот так вот он отпускает отпускает на наш был пустой вот вот я же снащупала тоннер не видно вот примерно такой глубине туда тоже подиагонали вниз чувствуешь вот легонечко так слегка легкая вибрация и поглаживание с этой железой надо очень аккуратно и нежно у женщин соответственно вот его трубы и яичники яичники находятся по раз на расстоянии там где у нас седалищные кости вот седалищная кость да и вот от нее примерно вот тут получаются яичники поэтому очень удобно например в тантрическом массаже используются тантрический массаж это как бы один по-другому человеку ну там и пяткой и коленом локтем вот если человек садится на живот до другому человеку но лучше всего женщина на женщину у них нас пошли до то как раз попадает на яичник и у него этими косточками да вот так массирует да и теперь смотрим конкретные спазмы начнем с желудка как сейчас болит есть немножко да обычно но чаще всего вот когда мы только касаемся было бывает острая боль и потом сразу раз и отпускает если не опускает то моего растягиваем вот эти вот фасции помните вы рисовал который сам к печени растягиваем диафрагме растягиваем и к нижней решение желчный пузырь болит да прижимаем и опять наши методом с формулировкой дыши вдох выдох забыл сказать что нажать надо на вдохе до медленно дышим не одного химина да на вдохе вдыхаешь ну когда напрягать напряжение в этот момент на же нажимаешь пока человек вдыхает до прочно отдыхает вот я уже чувствовал уже заслаливался чувствуешь легче он около под пальцем так чуть растекается вот и проговариваем дыши как будто бы через эту точку вдох выдох медленный вдох выдох мы ты понимаешь эту боль ты ее принимаешь она для чего-то была дана для чего-то была нужна ты ее осознал посылаешь в эту точку или в этот орган любовь принимаешь ее и отпускаешь с миром уже все да чувствуешь прошло да вот но я все проходить не буду также смотрим вот печень тоже больно забыл сказать когда отпускаем в данном случае мы опускаем достаточно резко и иногда слышно прям прошло по кишкам буль-буль-буль-буль потекло сфинктер вот этот вот находим примерно вот здесь больно вот опять так же его дышим я буду быстрее говорить да принимаем эту боль понимаем ее для чего-то она была дана для чего-то была нужна посылаю в нее любовь и отпускаем с миром чуть легче стало да ну вот не до конца не будут дожидаться чтобы не удлиняться наше видео да и также мы проходим в общем все вот эти вот органы да проверяем где какие спазмы есть где сейчас буду чуть погубже заходить расслабляйся расслабляйся вот проходим тонкий кишечник находим почку а у нас так она у тебя выше кстати наоборот у него поднята почка получилась лива вот она а у нас идет энергетические лучи из наших рук из центра ладони из каждого пальчика и вот этими лучами можно но рейки на этом основано они даже без контакта это делают да иисус лечил тоже бесконтактно а вот мы также посылаем эту энергию прежде всего на тепловая заморачиваясь какая там она еще есть прежде всего тепло это тепло она лечит поча чувствуешь почка прям такая тверденькая с почками поукратней если у человека камни в почках они могут начать выходить они большие для протоков но бывают разные люди довольно камни выходят самостоятельно это почти не чувствует а у кого-то вот прям очень болезненно острыми углами заливают протоки и соответственно протоки идут тоненькие вот так вот вертикально к ничьему пузырю так проработали сигмовидную кишку ее можно прямо так вот отжать почувствовать и как бы знаете как будто вы мы из нее выдавливаем глину как пластилин проталкиваем туда да если с камнем это не будет уходить потолкали вот туда ближе к спуску так скажем унитаза да и простучали вот это место не спадающую такие методы предложили ладонь чтобы не больно было да и типа клювом таки ну или кулачком два-три прохода таких сделали и далее можно да каждый раз расслабляем расслабляем каждый раз мышцы мягким положенным и далее можно пройти к вот этим мышцам которые так идут уходим их сейчас медленно туда зайдем надо пойти через освобожденный кишечник вот дошли не больно и вот поднимая за ногу мы проверяем вот она пошла работать больно да сразу больнее человека больнее сразу натягивается вот так лет мышцы подигонали вот до следующей дошли поднимаем карачиваем и таким легким движением опять быстро показываем медленно медленно гораздо надо смотрим массируем как бы движением ноги эту мышцу об свои пальцы где-то обратный обратное движение но смысл тот же самый пока она не расслабиться я уже говорил они начинают это выбирать как струнки так ну и далее заканчиваем можно достаточно ну это грубо выглядит данном делаем медленно постичь нам уже кулаками завязь поглубже и растянуть брюшину вместе со всеми фасциями которые там есть можно локтем ходим поглубже соответственно если у нас массаж не висцеральный а там для похудения дату мы больше работаем с подкожными слоями даже жесткие методы делаем от валики всякие с кожи катаем туда-сюда жестче прорабатываем шестереночки вот наши вот эти вот трение добавляем и в общем все любые массажные методы бережем ребра и кости да по ним просто больно то есть плане по мягким местам теперь прошу прощения теперь поднимаем органы опущены органами часто многие страдают даже не знаю про это почки матка опущен здесь на вдохе вдыхаем наполняем живот животом и выдох выдох полная мы помогаем рука и мы входим глубже 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 у них а выхода конца вот теперь выдохнул и под диафрагму вдох животом и выдох спокойно спокойно не напрягайся не напрягайся вот туда вот расширять диафрагму тут смотреть какой принцип с диафрагмой и с органами которые вы не видите глазами до новой мысль посылаете туда свою мысль то куда то что мы представляем с тем мы работаем но так и действует даже даже бесконтактных ситуациях когда я визуализирую в голове да и куда посылаю мысль там он начинает работать то есть даже бесконтактная одна диафрагма могу ее растянуть и расправить ее пальцами ну в данном случае мы проходим контактный массаж да ну так же мы представляем что мы тянем диафрагму распрямляя да она скомкнула там как тряпочка вот и куда мы ее растянули расправили разгладили так прошло забыл сказать а про ребра когда у человека сколиоз то это явно влияет на внутренние органы да то есть одна ребра на друга допустим повернута вот сюда подруга туда да мы соответственно вот методами мануальными берем эту часть ребер разворачиваем туда и давим на ту часть которая горбулем вот так вот выгнута там с той стороны да помню когда нагибали человек у него одна часть ребер выше вот эта часть ребер давим с этой стороны а эту соответственно опускаем вниз или вверх но если она поднята вниз вот такое кривое движение и тоже часто можно услышать как переставить как вдруг заработал буль-буль-буль-буль все протекло протекло пошло вот по этому ходу но это частных случаев показывают ну там уже смотрите как у человека ребра идут да тогда прижимаем так ну вот такой вестеральный массаж и все виды массажа с животом мы разобрали сами сейчас переходим непосредственно к практике будем отрабатывать друг на друге будем мягко массировать высвобождая все вот эти зажимы и спазмы да и как я сказал вы можете то же самое применять сами для себя лежа на кровати подняв коленки повыше да и высвобождаю вот эти все спазмы если не получается лежа да ну что как-то вам неудобно да то можно делать одной рукой стоим так наклонившись когда живот расслаблен висит да вы прожимаете живот поэтому уже этим же способом через висящий живот наклонившись ну дорогие друзья до новых встреч подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и не забывайте с вами был олег и лавгуды напишите что-нибудь приятно в комментариях пока пока